Мы находимся в самом центре Норильска, это Гвардейская площадь. Первое, что не хватает, конечно, каких-то зеленых островков. Все, понятное дело, понимают, что в принципе управление здесь держит комбинат. Дома в Норильске стоят, говорят, на куриных ножках. Задимир Олегович, обратите внимание, пожалуйста, не только на ресурсы норильского никеля, но и на живые ресурсы, то есть на людей. Вот он, северный город Норильск. Все мы знаем, что он один из самых грязных городов России. И первый вопрос у многих, ну как здесь дышится. Нас пугали, что сразу при выходе из самолета мы почувствуем неприятный сладковатый запах. Но нет, нам повезло, если можно так сказать. Сегодня ветер, метель, поэтому никакого неприятного запаха нет. Люди говорят, немного легче стало два года назад, когда закрыли никелевый завод. Теперь дымит не три, а два предприятия. Но летом все равно тяжело, город накрывает смог. Здесь шутят, хорошо, лето короткое. Но если без шуток, то почти 10 месяцев видеть снег так себе удовольствие. Холодно и темно, никакой зелени кругом. Поэтому на улицах много фонарей, иллюминация. Знакомые нам светящиеся деревья тоже имеются. Еще одна отличительная черта норильского благоустройства – это разноцветные дома. Вот здесь в центре сталинки выкрашены в такой кислотно-желтый цвет. Говорят, для того, чтобы жить было веселее, чтобы компенсировать скудность природы и недостаток солнечного света. Насчет цветов есть разные мнения, но в целом горожанам такой подход нравится. Лучше, чем бесконечные серые пятиэтажки. И, кстати, надо отметить, центр Норильска очень приятный, хоть и требует ремонта. Дома в стиле неоклассицизма, как в Питере. Проектировали город заключенные архитекторы, а их работу курировал выписанный из Ленинграда в 1939 году Витольд Непокайчицкий. Но, как обычно, чем дальше от центра, тем скучнее и непригляднее. Дома в Норильске стоят, говорят, на куриных ножках, то есть вот на таких сваях. Они уходят в глубину метра на три, еще над землей метра два. По-другому здесь строить нельзя. Вечная мерзлота. Большинство домов построили в 60-70-е. После этого в городе появлялись, конечно, здания, но редко и в основном социальные или культурные объекты. Последний жилой дом построили 20 лет назад. Если мы, красноярцы, зачастую боремся со стройками, то норильчане о новых домах мечтают. Им обещают, скоро начнется реновация. Но говорят, так уже много лет. Люди понимают, все зависит только от норникеля. Все, понятное дело, понимают, что в принципе управление здесь держит комбинат. Александр Хайрудинов здесь родился, но признается, умереть хотел бы в другом городе. Это место, где можно заработать. Многие даже и не знают, кто сейчас губернатор или мэр. Зато фамилия Потанин знакома всем. Как бы это странно ни звучало, только когда началась коронавирусная пандемия, я только тогда узнал, кто у нас мэр в городе. То есть, до такого смешно. Ну и у знакомых тоже спрашивал на эту тему. Мы шутили как раз на этот счет, что я вот только вот из-за коронавируса знал, что у нас мэр есть. И выясняется, что у меня большая часть знакомых как бы тоже не особенно в курсе, кто у нас был мэром. Да и зачем мэр? Это моногород. И то, что власть в руках владельца комбината, это нормально, рассуждает Александр. Норникель дает рабочие места, платит хорошую зарплату и обеспечивает очень неплохой социальный пакет. Это привлекательные условия для молодых специалистов, льготная ипотека, бесплатное лечение, включая протезирование зубов. Сотрудникам раз в год оплачивают проезд до места отдыха и обратно. Бесплатное питание и много еще чего. Поэтому Александр планирует вернуться на завод. Он работал плавильщиком, потом был вынужден уехать в Красноярск. Вернулся и пока устроиться обратно не может. Работает кладовщиком в магазине и получает в два раза меньше 40 тысяч рублей. Зарплаты неплохие, но и цены далеко не маленькие. Такое мы, красноярцы, слышали. Это правда, но отчасти. Сейчас, пока есть навигация, некоторые продукты стоят даже дешевле. Вот, сравните. Ассорти из огурцов и томатов 500 граммов 184 рубля. Салат 106 рублей. Кефир 50. Молоко 60-70 рублей. Пачка гречки 63. А вот когда продовольствие будут завозить авиа- и морским путем, ценник вырастет. Перед Новым годом, например, килограмм огурцов обойдется в 600 рублей. Стоимость фруктов тоже взлетит раза в 2-3. Наличных у меня нет. У меня есть карточки, банков разных. Вот, ну, где-то у меня 12 тысяч сейчас лежит на ней до аванса. У Анастасии зарплата больше, чем у Александра. Она работает в педагогическом колледже. Муж-музыкант играет на трубе. Женщина даже татуировку в честь этого сделала. Совокупный доход семьи 150 тысяч. Этого, говорит Анастасия, хватает на жизнь. Еще и копить на переезд получается. Она тоже не хочет здесь оставаться. В планах лет через 5 перебраться на материк, в Абакан. Красноярск супруги даже не рассматривали. Красноярск, ну, как вам сказать, то есть там тоже, в принципе, с экологией так же, ну, та же беда, да. То есть там немножко другие, конечно, выбросы. Но одним словом, все равно экология там тоже страдает, так скажем. Ну, к тому же, это большой город, это движение, поток машин, людей. Ну, в общем, поэтому нет. Норильск – неплохой город, считает женщина. Но убивают нескончаемо длинные полярные ночи и отношения власти. Говорит, владельцы комбината только выкачивают деньги. А чиновники ничего не могут сделать. Первое, что не хватает, конечно, каких-то зеленых островков, да. То есть у нас город закатан полностью в бетон, если мы посмотрим летом, да. То есть это просто раскаляющийся асфальт. Асфальт накаленный, он парит, и очень тяжело. Каждый год комбинат там отчитывается о каких-то таких прям небывалых вложениях в экологию, в то, что да, да вот скоро-скоро, еще немножко. В итоге, что было сделано сего, это просто закрыли один завод, никелюзавод, когда было, ну, то есть, соответственно, сокращено большое количество людей, которые остались фактически, да, без работы. Да, перестал дымить один завод. Но другие стали дымить в два раза больше. И фактически, фактически ничего не поменялось. И вряд ли поменяется, думает Анастасия. Поэтому и придется поменять город. Осталось только пережить несколько полярных ночей. Ложкой снег мешая, ночь идёт большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи белые медведи. Спи, стари, и ты, малыш. Дарья Тарасенко, Сергей Токарев, из Норильска.